Всем привет! Продолжаем гулять по миру, что-то новое узнавать, смотреть. Сегодня я хочу вам показать и немножко рассказать о базилике Санта-Кроуче. Эта базилика находится в Италии, в центре Флоренции. Самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фресками джота и гробницами великих людей. Я воспроизвожу википедию и некоторые сайты, которые я нашел в интернете, касаемые этой, в общем, действительно интересной базилики. Легенда гласит, что церковь была основана святым Франциском Осикским. Он был причислен к лику святых. В 1229 году относятся упоминания о церкви, посвященной как раз Франциску Осикским. У строительства церкви на месте, ранее занятым этим зданием, было начаться 12 мая 1294 года. Ну, в общем, прилично. Финансирование строительства происходило на средства состоятельных семей в Флоренции. Уже через почти 200 лет, в 1442 году церковь была освящена Папой Римским Евгением IV. Церковь построена в форме египетского Т-образного креста, является крупнейшим францисканским храмом Италии. Со временем были осуществлены различные множественные перестройки церкви. Во второй половине 16 века было разрушено много древних ее частей. Фрески Андрея и Аркании были скрыты под алтарями работы в Азаре. Надо сказать, что тут похоронено около 300 знаменитых флорентийцев, детей культуры, науки и политиков, среди которых Микеланджело Буонаротти, Никола Макеавелли, Галилео Галией, ну и другие. И по этой причине эта базилика известна как базилика итальянской славы, точнее храм итальянской славы. Нынешняя базилика была построена в 1295 году на том месте, где примерно в 1210 году первые францисканские монахи прибыли во Флоренцию. Итак, что же там внутри? Фрески и витражи 14 века Джота и Бандоны. Флоренция, итальянский художник, архитектор, основоположник эпохи прото-ренессанса, одна из ключевых фигур в истории западного искусства. Витражи вкопили Барди де Вернио, Мазо де Банко. Фрески вкопили Пульти Берарди, Бернандо Дадии. Работы Таддео Гади, это итальянский художник, как и Аньоло Гади, фрески. Джованни до Милана, основная часть фресок вкопили Рунчини. Матео де Паччо, нижние фрески вкопили Ринчини. Якопо дель Казентино, витражи вкопили Барди. 15 век, Доминика Венециана, Себастьяна Майнарди, это художники итальянские. 13 век, мастер Сан-Франческо Барди, образ святого Франциска вкопили Барди. Мастер Сан-Франческо Барди, это, предположительно, он работал в 1240-1270-х годах. Итальянский художник, художник Чимабуэ, настоящее имя Чини Дипеппо. Флорентийский живописец, один из главных мастеров итальянской живописи периода Рота-Ленинсанса, 14 век. Джота, работы вкопили Баранчелли. Итальянец, мастер Феллины. Тут можно много очень, в общем, перечислять тех художников, которые работали здесь. Вот из таких, ну, самых известных, ну, во всех случаях, известных мне, это Антолио Бронзино. Итальянский живописец, выдающийся представитель маниеризма. Александр Валори, итальянский флорентийский живописец, тоже представитель маниеризма. Джордж Вазари, знаменитый автор знаменитых жизнеописаний, основоположник современного искусства знания. Итальянский живописец, архитектор, писатель. Александр Феи, Санти Детита, Людовика Чиколли, также известный как Чиколли. Итальянский живописец, архитектор, 15 век. Донателло, благовещение Ковальти в Южном Нефе. Распятие, капелли Барди, Дивернио, святой Людовик Тулусский музей. Бернандо Расселине, гробница Леонардо Бруни. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. 16 век, 19 век, Антония Канова, итальянский скульптор, гробница Микеланджело, Джордж Вазари. Стены главного алтаря расписаны фресками Аньола Гади. Сюжеты фресков в основном следуют золотой легенде Якова Ворогинского. Послужили образом для множества и последующих жизнеописаний циклов на данную тему. Реставрация фресок выполнялась в 1947, 2005 и 2011 годах. Интересно, что во время последней реставрации среди орнаментов были обнаружены два маленьких портрета реставратора. Здесь находится гробница Уго Фаскола, итальянский поэт. Джоакино Рассини, итальянский композитор, автор 39 опер, духовной и камерной музыки. Гробница Леонардо Бруни, рельеф благовещенника Вальканти. Гробница Никола Макеавелли, итальянский мыслитель, философ, писатель. Гробница Виторио Альфейри, кафедра с барельефами. Гробница Танте, надгробный камень, в месте которой не содержит останков покойного. Своего рода символическая могила. Кинотав может быть установлен по следующим причинам, если тело погибшего было утрачено или уничтожено. Здесь гробница Микеланджело по проекту Джордо Вазари. Гробница Франческо Нори. Гробница Карла Марсупини. Ну, в общем, перечислять, наверное, нет смысла, просто вот посмотрите, что тут творится внутри. Как я смог, так и заснял. В церкви похоронено было трехсот знаменитых флорентийцев, деятелей культуры, науки и политиков. Типичная конструкция гробницы церкви – мраморная ложа с фигурой усопшего поверх саркофага. Ну вот, гробница Данта Легери, она, надо сказать, что власти Равены противодействует переносу праха поэтого Флоренца. Однако из главных причин является надпись «ТУСК», то есть «ЭТРУСК» на кинотаф. Кинотаф – это место захоронения без праха. Здесь похоронен Микеланджело Буануаротти. Саркофагом установил бюз Микеланджело. В нижней части расположены три аллегорические фигуры, которые символизируют живопись, архитектуру, скульптуру. Ну, все, больше я не буду перечислять. Вот, посмотрите, что творится в этой интересной, по моему мнению, базилике Санта-Крочи. Фот туда, по-моему, от трех до пяти евро. Народа достаточно много, но всегда можно зайти, поставив очереди, и зайти внутрь, посмотреть, что там такое творится. Все, всем пока, всем привет. Немного вам показал и рассказал, что мог, конечно, кратенько. О базилике Санта-Крочи. Она находится в центре Флоренции. Самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фреска Миджота и гробницами великих людей Талии. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok